всем привет дорогие друзья с вами канал игрополка и сегодня мы поговорим с вами о дополнение к настольной игре каркасон которая называется бродячий цирк данное дополнение совместимо с любым другим и может вводиться в игру полностью или частично на ваше усмотрение а состав данного дополнения следующий 20 квадратов местности отмеченных шатром 16 жетонов животных 1 фишка шатра и 6 фишек директоров цирка замешайте новые квадраты местности с квадратами базовой игры перемешайте жетоны животных и положите их в закрытую рядом с дорожкой подсчета победных очков там же пока положите фишку шатра далее раздайте каждому игроку по фишке директора цирка выбранного им цвета на 12 новых квадратах местности вы найдете изображение палаточного лагеря данные квадраты местности разыгрываются по обычным правилам игры и вы можете выставить вашего подданного на любой объект изображены на данном квадрате кроме самого палаточного лагеря выложив самый первый квадрат с палаточным лагерем в игре немедленно возьмите один жетон животного и не глядя на его лицевую сторону положите на соломенный круг сверху поставьте фишку шатра это и есть цирк когда в ходе игры будет выложен новый квадрат с палаточным лагерем происходит следующее если этим квадратом был завершён какой-либо объект сначала по обычным правилам игры начисляются очки за данный объект затем происходит подсчет очков за цирк поднимите фишку шатра и переверните лежащий под ней жетон животного каждый подданный который находится на квадрате с цирком или на одном из восьми окружающих его квадратов по вертикали горизонтали или диагонали приносит своему владельцу столько победных очков сколько указано на открытом жетоне животного например в нашем случае синий игрок получит 15 победных очков так как рядом с цирком у него находится трое подданных а красный и желтый игроки получат по 5 победных очков так как у них рядом с цирком находится по одному подданному после подсчета очков уберите открытый жетон животного и положить его рядом с дорожкой подсчета очков лицевой стороной вверх затем возьмите новый случайный жетон и положить его на палаточный лагерь из-за которого начался подсчет очков сверху поставьте фишку шатра таким образом цирк в процессе игры будет путешествовать по территории каркасона в конце игры вы сначала подсчитывайте очки за цирк а потом очки за все остальные объекты на восьми новых квадратах местности вы найдете специальные места под акробатов данные квадраты разыгрываются по обычным правилам и вы можете выставить своего подданного на любой объект на таком квадрате соблюдая обычные правила игры или вместо объекта вы можете выставить своего подданного на одну из двух прямоугольных ячеек и превратить его в акробата в процессе игры любой игрок который на выкладывает новый квадрат так чтобы он граничил с квадратом с акробатами по горизонтали, вертикали или диагонали, вместо выставления подданного на только что выложенный квадрат, может выставить подданного на квадрат с акробатами. При этом подданный должен дополнить пирамиду с акробатами. На каждой прямоугольной ячейке может находиться только один акробат. Второй акробат занимает вторую ячейку, а третий становится на плечи первых двух. При этом акробаты в одной пирамиде могут быть подданными как одного, так и разных игроков. Как только на пирамиде окажется три акробата, она становится завершенной и никто не может больше выставлять акробатов на такой квадрат. Однако подсчет очков за пирамиду происходит не сразу после ее завершения. В один из следующих ходов вместо того, чтобы выставить подданного, любой игрок может начать подсчет очков за пирамиду акробатов. Каждый акробат приносит своему владельцу пять победных очков и после их начисления они возвращаются в запасы своих владельцев. После того, как акробаты вернулись в запасы владельцев, на этом же квадрате вновь можно строить пирамиду. В конце игры каждый акробат приносит своему владельцу пять победных очков, вне зависимости от того, была она завершена или нет. В свой ход, вместо того, чтобы выставить подданного на только что выложенный квадрат, вы можете выставить на него директора цирка. Директор считается обычным подданным, но не может быть выставлен в качестве акробата. Когда объект, на котором находится директор цирка, завершается, сначала вы получаете положенные вам очки по обычным правилам игры, а затем вы получаете дополнительные победные очки за директора цирка. Два дополнительных очка за каждый квадрат акробатов или квадрат с палаточным лагерем, граничащий по вертикали, горизонтали или диагонали с квадратом, на котором находится директор, и два дополнительных очка, если директор цирка сам находится на квадрате акробатов или на квадрате с палаточным лагерем. Например, я завершаю данную дорогу и получаю за нее пять очков, А еще я получаю 6 дополнительных очков, так как с квадратом, на котором стоит мой директор, граничат 2 квадрата с палаточным лагерем и 1 квадрат с акробатами. Вы получаете дополнительные очки, даже если сам объект не принес вам очков, например, ваших подданных на объекте оказалось меньше, чем подданных соперников. После начисления очков фишка директора возвращается в запас своего владельца. В конце игры директор цирка приносит очки по обычным правилам игры. Давайте подведем итог. Интересно, что в игре, где мы выставляем фишки и все связано с победными очками, сначала хочется отметить не механики, а атмосферу. Данное дополнение приносит в игру настроение приехавшего в город карнавала, и порой во время игры хочется пропеть какой-нибудь соответствующий мотив, и это здорово. Ну а что же касаемо самих механик, то все они концентрируют игру вокруг определенных точек. Если раньше в игре вы могли играть без конфликтов, строя каждый свой объект, не мешая друг другу, или с прямыми конфликтами пытаясь вклиниться в чей-то объект, чтобы разделить с ним победные очки, или и вовсе их отобрать, то в данном дополнении появляется новый, назовем его вид соперничества, сбор всех игроков вокруг определенной точки. Сколько очков принесет цирк, никто не знает, но зачем от них отказываться, тем более их может быть много, поэтому желательно, чтобы вокруг шатра были ваши подданные. При этом здесь и в других новых механиках нет прямого конфликта, просто надо выставить своего подданного рядом. Акробаты аналогично, ради очков нужно попасть в пирамиду. Директор цирка также, нужно следить за ситуацией на поле и выставлять его в эпицентр карнавала, или же сам карнавал устроить вокруг него. Все это отлично оживляет игру, в том числе и в плане эмоций. Бродячий цирк это отличное дополнение, и на мой взгляд это одно из самых интересных дополнений. Надеюсь данное видео было интересным, а также надеюсь, что оно было полезным. Если это так, я очень рад. А на сегодня всем спасибо за просмотр, играйте в игры и до новых встреч.